всем привет меня зовут стася иванова и вы находитесь на канале бисероплетения в сегодняшнем мастер-классе мы будем делать белого медвежонка посмотрите какой он классный ребята пожалуйста поддержите это видео поставьте ему лайк подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео а что понадобится для того чтобы сделать медвежонка и я покажу далее для того чтобы сделать медвежонка я беру бисер номер 10 цветов серый белый черный синий и розовый а еще нам понадобится два кусочка проволоки сечением 0 3 миллиметра первый кусок проволоки длиной 130 сантиметров с его помощью мы будем плести тело а второй кусочек проволоки длиной 45 сантиметров будет участвовать в плетении лапок нашего медвежонка в мастер-классе сначала я буду использовать длинный кусок проволоки длиной 130 сантиметров а затем я буду использовать второй кусочек проволоки для лапок и вот я вам все рассказала а теперь приступим к мастер-классу возьмите пожалуйста проволочку и плетение нашего медвежонка мы начинаем сверху с уха и для этого на любую из концов проволоки мы набираем 6 белых бусин и так теперь мы приступаем к нашему плетению нам нужно разделить эти 6 бусинок на две части отодвигаем 4 бусинки и остается 24 бусинки сейчас не участвуют в плетении они свободно у нас остаются на проволоке а вот две бусинки участвуют и сейчас посмотрите и вот я беру конец 2 проволоки на которую нас бусинок нет и вот наши две бусинки и сейчас я покажу вам технику параллельного плетения вторым концом проволоки мы проходим через две бусинки вот так крест-накрест посмотрите внимательно и теперь мы сравниваем концы проволоки между собой держим пальцами их обязательно это очень важно и затягиваем наши две бусинки к нашим четырем бусинкам которые не участвовали в плетении и вот таким образом у нас получается с вами первое ушко умки далее продолжаем плести нам нужно сделать переход и сплести второе ушко для этого на любую из проволочек мы набираем бусинки в таком порядке 1 белая 2 серых 2 белых 2 серых и 7 белых бусин набрали отправляем эти бусинки к нашему плетению вот так и теперь нам нужно сплести второе ухо для этого от края отодвигаем 4 белые бусинки затем еще две и теперь нам нужно повторить маневр который мы делали ранее но только немножко другим способом возьмите пожалуйста конец проволоки с той стороны где у нас белые бусинки и им проплетите насквозь через две белые бусинки по направлению от головы к краю смотрите внимательно сейчас я немножко вот сейчас покажу вот так это выглядит и теперь просто придвигаем две белые бусинки к голове нашего медвежонка держим пальцами все плетение будьте внимательны и затягиваем аккуратно эту проволочку не стесняйтесь затягивайте проволочку как можно крепче она не порвется и вот я подтянула все проволочки и вот такие ушки милые и брови у нас с вами получились я надеюсь что у вас получилось так же как у меня напишите пожалуйста в комментариях все ли вам было понятно в этом моменте а теперь продолжаем плетение не набираем первый ряд он состоит из двух белых двух серых пяти белых двух серых и двух белых бусин набрали бусинки первого ряда и теперь нам нужно проплести этот ряд техникой параллельного плетения на одной проволочке у нас с вами бусины берем конец второй проволоки и пропускаем его насквозь через все бусинки вот таким образом крест-накрест и далее мы просто затягиваем концы проволоки в этом моменте будьте внимательны пожалуйста затягивайте проволоку аккуратно следите за тем чтобы она не перекручивалась и укладывайте наш первый ряд к нашим ушкам у медвежонка посмотрите как должно получиться я надеюсь что у вас получается также как у меня и мы продолжаем плести далее набираем второй ряд он состоит из трех белых двух синих трех белых бусин посмотрите я набрала бусинки для второго ряда и теперь я снова повторяю технику параллельного плетения на одной проволочке у нас бусинки концом второй проволоки проходим насквозь этот ряд вот так и аккуратно затягиваем концы проволочки и этот ряд укладываем к нашему первому ряду там где бровки вот так посмотрите внимательно я подтянула концы проволоки с обоих сторон чтобы плетение было аккуратным и ровным далее набираем третий ряд он состоит из 4 белых 1 синий 1 черный 3 белых 1 черный 1 синий и 4 белых бусин набрали переплетаем и затягиваем подтянула смотрите какие глазки у нас с вами получились далее набираем четвертый ряд он состоит из 16 белых бусин переплетаем и затягиваем вот так далее набираем пятый ряд он состоит из 6 белых 4 черных и 6 белых бусин набрали переплетаем затягиваем посмотрите как получилось теперь нам нужно сделать надбавки на каждую сторону нашего медвежонка для этого на правую и на левую проволочку набираем по 2 белые бусинки 2 белые бусинки на правую и 2 белые бусинки на левую проволочку сделали это и отправляем эти бусинки к плетению и они остаются там далее набираем шестой ряд он состоит из 5 белых 1 черный и 5 белых бусин вот переплетаем и затягиваем затягиваем укладываем наш ряд ровно посередине постарайтесь пожалуйста подтягивать проволоку как можно крепче и таким образом если вы все сделаете правильно наш носик будет ровным и красивым черная бусинка будет ровно посередине между глазками и основной частью носика далее набираем седьмой ряд он состоит из 5 белых 2 розовых и 5 белых бусин набрали переплетаем и затягиваем подъем подтягиваем наши проволочки укладываем ряд ровно посередине постарайтесь пожалуйста это сделать чтобы плетение было ровно и рисунок не сбивался это очень очень важно тогда ваш медвежонок будет очень красивым он получится таким же как у меня далее набираем восьмой ряд он состоит из 13 белых бусин Набрали, переплетаем и затягиваем. Продолжаем плести, набираем 9 ряд, он состоит из 14 белых бусин. Сделали это, переплетаем и затягиваем. Далее набираем 10 ряд, он состоит из 15 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 11 ряд, он состоит из 16 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Продолжаем плести, набираем 12 ряд, он состоит из 17 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее набираем 13 ряд, он состоит из 16 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Продолжаем плести, набираем 14 ряд, он состоит из 15 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее набираем последний 15 ряд, он состоит из 14 белых бусин. Сделали это, переплетаем и затягиваем. Посмотрите внимательно, как у нас получилось сделать основное плетение. Теперь нам нужно сделать ножки нашего медвежонка. Для этого берем проволочку с любой стороны и набираем бусинки в таком порядке. 8 белых, 1 черная, 1 белая, 1 черная, 1 белая, 1 черная и 1 белая бусина. Вот таким образом и отправляем эти бусинки к нашему плетению. И посмотрите, что мы делаем дальше. Нам нужно разделить эти бусинки на две части. Первая часть состоит из белой, черной, белой, черной, белой, черной, белой. А вторая часть состоит из 7 белых бусин. Далее нам нужно сплести эту лапку. В этом будут участвовать следующие бусинки. Вот эти 7 белых бусинок. Берем конец проволоки, на котором у нас с вами бусинки. Нам нужно пропустить конец проволоки по направлению от медвежонка к нашим бусинкам. Там, где коготки. Вот так. Смотрите внимательно. Мы создаем еще одну петельку. Так же, как мы делали с вами ушки. Далее, придвигаем бусинки к нашему медвежонку. Держим пальцами и затягиваем конец проволоки. И вот таким образом мы сделали первую лапку. Посмотрите внимательно. Если мы уложим ее, вот так получится. Далее, оставляем эту проволочку с лапкой. Берем проволочку с другой стороны и повторяем то же самое. Набираем на нее 8 белых. Одну черную, одну белую, одну черную, одну белую, одну черную и одну белую бусину. Посмотрите. Я набрала эти бусинки. Снова отправляю их к плетению. И повторяю технику. Делю эти бусинки на две части. Вот так. Далее, концом этой проволоки прохожу через 7 белых бусинок по направлению от медвежонка к нашим когаткам. Делаю петлю. Вот так. И далее, придвигая эти бусинки как можно плотнее к нашему медвежонку, держу пальцами и затягиваю конец проволоки. И вот, посмотрите, у нас с вами получилось 2 лапки. Теперь нам нужно это все правильно закрепить. Для этого берем проволочку с любой стороны. Я беру с левой. Вот, посмотрите. И беру правую лапку. И пропускаю конец этой проволоки крест-накрест. То есть, завершая плетение, так, пропуская проволочку через 7 белых бусинок, вытягиваю. Смотрите, как получается. Я слегка подтягиваю эту проволоку, и она остается, я ее не затягиваю до конца. Для того, чтобы закрепить вот этот оставшийся конец проволочки, который мы еще не закрепляли, чтобы мне было удобнее. Советую вам сделать так же. Так будет гораздо легче пропустить через ряды проволочку. И теперь мы снова пропускаем оставшийся конец проволоки, вот правый, да, выходящий, через левую лапку, через 7 бусинок по направлению от центра краю. Посмотрите, как должно получиться. Теперь я аккуратно подтягиваю обе проволочки, левую и правую, одновременно. И таким образом я затягиваю наши лапки к нашему медвежонку. И посмотрите, как получилось. Я надеюсь, что у вас получилось так же, как у меня. Процесс не самый легкий, но я верю, что вы справитесь. Если у вас не получилось с первого раза, получится со второго. Я точно знаю. И теперь нам нужно закрепить проволочку. Для этого возьмите, пожалуйста, проволоку с любой стороны и отсчитайте от самого низа, от лапки, ряды. Раз, два, три, четыре. Между третьим и четвертым рядом пропустите проволоку через боковой шов. Далее вытягиваем проволочку. И вот так должно получиться. Мы проплетаем нашу проволочку через боковые швы. Далее пропускаем проволоку через четвертый и пятый ряды в боковой шов. И подтягиваем проволоку. И продолжаем пропускать проволоку через пятый и шестой ряд. И также затягиваем конец проволоки. И вот так мы закрепили с вами плетение с одной стороны. Теперь отрежьте, пожалуйста, лишнюю проволоку и сделайте с другой стороны то же самое. Посмотрите внимательно, как я закрепила проволоку. Я надеюсь, что у вас получилось так же, как у меня. Теперь мы откладываем в сторону нашего медвежонка. И берем второй кусочек проволоки. И приступаем к плетению лапок нашего медвежонка. Вот я взяла проволоку и плетение лапки я начинаю с коготков. И поэтому на любую из проволочек я набираю одну белую и одну черную бусинку. И вот мы набрали с вами бусинки. Теперь мы плетем следующим образом. Эти бусинки нужно разделить между собой. Черная бусинка остается в середине проволочки. А вот белая бусинка участвует в плетении. Посмотрите, вот он край проволочки, где у нас белая бусинка. Берем второй конец проволоки и пропускаем его насквозь через белую бусинку. Вот так. Посмотрите, проволочки должны быть с одной стороны. Теперь мы сравниваем их между собой. Они должны быть одинаковой длины. Держим пальцами и затягиваем эту бусинку на середину проволоки к нашей черной бусинке. И вот так мы сделали первый коготок лапки нашего медвежонка. Далее на любую из проволочек мы набираем бусинки в таком порядке. Одна белая и одна черная бусинка. Вот так. Отправляем их к плетению. И плетем следующим образом. Отодвигаем крайнюю черную бусинку. Берем конец этой же проволоки. И пропускаем его через белую бусинку. Вот так. По направлению от края к нашему первому коготку. Держим пальцами все плетение и бусинку. В том числе она лежит максимально плотно к нашему когтю. И затягиваем конец проволоки. Посмотрите как должно получиться. Два коготка готовы. Далее берем проволоку с противоположной стороны. И набираем на нее одну белую и одну черную бусинку. Вот они. Отправляем их к плетению. И повторяем технику. Снова отодвигаем черную бусинку. Пропускаем конец этой же проволоки через белую бусинку. Вот так. Далее придвигаем белую бусинку как можно ближе к плетению. И затягиваем конец проволоки. Держите бусинки и проволоку очень крепко. И старайтесь затягивать все как можно ближе друг к другу. И вот так должно получиться. Теперь нам нужно сплести последний коготок. Мы также на любую из проволочек набираем одну белую и одну черную бусину. Отправляем эти бусинки к плетению. И повторяем технику. Отодвигаем черную. И через белую пропускаем проволоку. Вот так. Посмотрите внимательно. Продвигаем бусинку как можно плотнее. Держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Посмотрите, мы сделали 4 коготка. Они очень маленькие и очень милые. Теперь приступаем к плетению самой лапки. Набираем на любую из проволочек первый ряд. Он состоит из 4 белых бусин. Переплетаем. Вот так. И затягиваем. И на этом моменте будьте внимательны. Затягивайте проволочку как можно крепче. Укладывайте ряд к нашим коготкам. И посмотрите, как получается. Я надеюсь, что у вас получается так же, как у меня. И продолжаем плетение. Набираем второй ряд. Он состоит из 5 белых бусин. Набрали. Переплетаем. И затягиваем. Затягиваем этот ряд. Вот так. Продолжаем плести. Набираем третий ряд. Он состоит из 5 белых бусин. Переплетаем. и затягиваем. Далее набираем четвертый ряд. Он состоит из четырех белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее набираем пятый ряд. Он состоит из трех белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем шестой ряд. Он состоит из двух белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Итак, мы сделали с вами лапку. Теперь возьмите пожалуйста нашего медвежонка и теперь нам нужно пришить нашу лапку к нашему медвежонку. Возьмите пожалуйста проволочку с любой стороны. Наберите на нее одну белую бусинку. Вот она. Отправляем ее к плетению. Она остается там. Это нужно для того, чтобы сделать красивый переход и чтобы лапки у нас лежали вдоль тела медвежонка. Теперь конец этой проволоки, на которую вы набрали одну белую бусинку, нужно вставить в следующий ряд. Найдите пожалуйста ряд там, где две розовые бусинки и пропустите конец проволоки через весь ряд насквозь. Пожалуйста, в этом моменте будьте внимательны и осторожны, потому что бусинок много, проволока длинная и внутри ряда проволока может перекручиваться и поэтому с первого раза может не получиться, но пожалуйста постарайтесь это сделать, тогда у вас получится так же, как у меня. Должно получиться вот так и теперь вытягиваем просто эту проволочку и посмотрите как получается. Вот она наша добавочная бусинка. Теперь, пожалуйста, возьмите конец проволоки с другой стороны и пропустите его через ряд, который находится ниже под тем рядом, который мы уже проплетали. Также пропускайте проволоку справа налево через весь ряд. Вот он. Посмотрите, как это выглядит. Теперь мы вытягиваем оба конца проволоки на противоположную сторону. Будьте внимательны, вытягивайте проволоку очень аккуратно, чтобы здесь в перемычке между лапкой и телом нашего медвежонка не было заломов проволоки и чтобы она с течением времени не обломилась. Итак, смотрим как получается. И теперь нам нужно сплести вторую лапку. Для этого первым делом мы делаем ту самую надбавку по плечу. Ищем проволочку, которая сверху, которая находится ближе всего к нашему ушку. Вот она. И на нее набираем одну белую бусинку. Сделали это. Отправляем ее к плетению и она остается там. Далее мы приступаем к основному плетению. Набираем первый ряд. Он состоит из двух белых бусин. Вот они. Переплетаем их и затягиваем этот ряд, как можно плотнее к нашему медвежонку. И посмотрите как получается. Мы сделали этот переход и закрепили наши проволочки. Теперь лапки нашего медвежонка не будут болтаться как попало. Все будет выглядеть красиво и аккуратно. Далее продолжаем плести. Набираем второй ряд. Он состоит из трех белых бусин. Вот они. Переплетаем и затягиваем. Далее набираем третий ряд. Он состоит из пяти белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Так. Далее набираем пятый ряд. Он состоит из пяти белых бусин. Переплетаем и затягиваем. И набираем последний шестой ряд. Он состоит из четырех белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Итак, основную часть лапки мы уже с вами сделали. Теперь нам нужно сделать коготки. Возьмите пожалуйста проволочку с любой стороны и наберите на нее одну белую и одну черную бусинку. Вот так. Отправляем к плетению. И плетем так. Отодвигаем крайнюю черную и через белую пропускаем конец этой же проволоки. Вот таким образом. Далее. Придвигаем плотно белую бусинку к плетению и затягиваем конец проволоки. И вот мы сделали первый коготок. Далее на эту же проволоку мы набираем одну белую и одну черную бусинку. Сделали. Отправляем к плетению и повторяем аналогично технику. Отодвигаем черную бусинку. Через белую пропускаем конец этой же проволоки. И далее. Придвигаем белую бусинку как можно плотнее к первому нашему коготку. И держим пальцами. Затягиваем конец проволоки. Так. Постарайтесь на этом моменте. Это очень важно. Вот так должно получиться. Далее на эту же проволоку мы набираем снова одну белую и одну черную бусинку. Отправляем эти бусинки к нашим коготкам. Отодвигаем черную бусинку и через белую пропускаем конец этой же проволоки. Вот так. Снова продвигаем бусинку как можно плотнее к нашим коготкам. И держим пальцами. Затягиваем конец проволоки. Старайтесь продвигать бусинки как можно ближе и подтягивать проволоку как можно крепче. Это очень очень важно. Тогда коготки будут выглядеть очень аккуратно. Далее делаем последний четвертый коготок. Для этого на эту же проволоку набираем одну белую и одну черную бусинку. Вот они. Отправляем к плетению и повторяем технику. Отодвигаем черную и через белую пропускаем проволоку. Так. Вот таким образом. Придвигая бусинку как можно плотнее. Держу пальцами и затягиваю конец проволоки. Итак, посмотрите, как получается. Теперь нам нужно закрепить эту проволочку. Смотрите, вот проволочка, которая выходит из четырех бусинок. Вот она. Она остается свободной. Мы берем конец этой же проволоки, который участвовал у нас в плетении и пропускаем его через вот эти четыре белых бусинки последнего шестого ряда крест-накрест от внутренней стороны нашего медвежонка к внешней. Если у вас наоборот, то тогда наоборот. Итак, посмотрите, что получается. После того, как вы затянули все, концы проволоки должны быть по разные стороны. И теперь нам нужно закрепить проволоку. Для этого мы начинаем ее проплетать через боковой шов. Техника закрепления такая же, как я показывала, когда мы делали нижнюю часть нашего медвежонка. Отсчитываем. Вот когти. Вот шестой ряд, в котором четыре белых бусины. Вот пятый ряд, в котором пять белых бусин. И пропускаем конец проволоки между пятым и четвертым рядом, который состоит каждый из пяти бусинок насквозь. Вот так. И вытягиваем конец проволоки и подтягиваем, затягиваем все. Вот так. И далее просто прошиваем проволоку через боковой шов по направлению от кончиков коготков к нашему медвежонку. Вот так. И делаем еще один оборот. Вот таким образом. И вытягиваем проволоку. Итак, посмотрите, что получилось. Теперь конец этой проволоки мы просто отрезаем ножницами. А далее нужно будет закрепить второй конец проволоки аналогичным способом. Пропускать его через боковой шов и затягивать. И вот такой медвежонок у нас с вами получился. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых событиях на канале. А с вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. До новых встреч!